Дальше. Когда мы закончим с диммерными каналами, мы можем продолжить с патчингом мувинг-хедов и других интеллектуальных приборов. Для этого достаточно нажать «Exit» и зайти в меню «Fixtures». Зайдя в меню «Fixtures», вы с помощью клавиатуры можете набрать название того или иного производителя, который выходит в первом списке после патчинга. В данный момент он будет спрашивать, какой вы хотите найти производителя прибора, который вы захотите запатчить. Вы можете найти его, нажимая клавиши «Next», «Next» и, как видите, список меняется. Список в алфавитном порядке. Можно идти в другом направлении и так далее. Но с помощью системы «Титан» вы можете набрать название производителя, будь то «Robbie», «Kleypackie», «Martin», «Verylight», «DTS» и так далее. То есть не имеет значения. Почти все производители с почти всеми приборами у нас есть на нашем сайте, а также встроены в наших пультах. В данном случае наберем прибор производителя «Robbie». Вы можете набрать на клавиатуре «ROBE» и пульт вам сразу же отфильтрует название по производителю. Заходим, как в «ROBE». Дальше он дает список всех приборов «ROBE», которые в данный момент есть у него, включены уже в пульт. Если его здесь нет, вы можете спокойно найти эти приборы и скачать бесплатно с нашего веб-сайта. С www.avalights.com В данный момент нам нужен будет прибор, который мы используем, это «ROBE» ColorSpot 1200 с 32-канальной. Для этого мы просто набираем 1200, 1, 2, 0, 0 и пульт нам выдаст, альтвильтрует из всех приборов, те приборы, у которых есть название 1200. В данный момент нам нужен прибор ColorSpot 1200 AT. Выбираем тот мод, который нам нужен, то есть 32-канальный. И выбираем линию, которая нам нужна, ту область, которая нам нужна. В данном случае нам нужна область, скажем, 2. Нажимаете на DMX Line и выбираете область, которую вы хотите ввести. Набирается на клавиатуре 2, нажимаете Enter. В данный момент вы увидите, что DMX Line поменялся на 2, то есть теперь мы будем патчить на вторую линию прибора. Выбираем теперь DMX адрес. DMX адресом вы можете выбрать любой. В данный момент, скажем, это может быть единичка. Для этого просто-напросто, если вам нужен именно этот адрес, вы можете также поменять его, скажем, на 150. И тогда вы увидите, что здесь поменялся на 150. В данный момент, скажем, оставим это на DMX адрес 1. Опять же, есть возможность дать пользовательский номер, как User Number. То есть можете нажать и присвоить любой пользовательский номер. Он дает в возрастающем порядке, что в данный момент следующий пользовательский номер свободный, это номер 17. Потому что мы пропатчили 16 диммерных приборов. Дальше опция идет Legend, то есть имя. Мы можем задать имя прибору, скажем, в данный момент дать, скажем, Front Truss, то есть передний трасс и так далее, Traverse. Когда мы закончим здесь, мы можем выйти в одно меню наверх, то есть мы дадим новый New Model. То есть мы выберем новый прибор у Roby. Если мы нажмем затем Select New Manufacturer, то значит выбрать нового производителя. Нас система вытащит сразу же в меню производителя. Также есть функция Preset Palette. Но в данный момент, скажем, мы продемонстрируем, как пропатчить Moving Head. То есть мы оставляем на DMX линии 2, а DMX адрес будет 1, нажимаем Enter. И для того, чтобы пропатчить, мы просто опять же нажмем на синюю клавишу, тем самым мы пропатчим прибор на ручку номер 31. И так дальше. 32, 33, 34, 35, 36. Если нам надо, мы можем сделать с 37, скажем, по 44. Мы запатчим их всех подряд. То есть нажимаем 37, потом нажимаем 34, и они все пропатчены. Вы это можете увидеть на внешнем экране. То есть теперь у нас есть 14 Moving Head пропатченных и 16 диммерных приборов, с которыми мы сможем продолжать работать. Также можно менять, как я сказал, вы можете поменять производителя. Скажем, зайти, как новый производитель. Опять, у нас система вытащила в меню производителей. Набираем, скажем, Martin. Набираем, скажем, 2000. И выбираем, для примера, Martin 2000 Profile. То есть выбрали Profile. Выбираем, какой нам мод нужен. В данный момент, скажем, нам нужен 24-канальный 16-битный. Выбираем. Выбираем линию, которая нам нужна, область DMX. Скажем, выбрали. Поменяли, скажем, на шестую область. Нажимаем Enter. Потом выбираем DMX-адрес, который нам нужен. То есть, скажем, в данный момент нам нужен адрес 250. И нажимаем Enter. Теперь в данный момент Martin 2000 Profile будет пропатчен на шестую DMX-линию и на адрес 250. Также мы можем в любом моменте поменять пользовательский номер. Тем самым, скажем, введя, скажем, 60. Legend, дать имя прибору, скажем, скажем, тест. И нажимаем Enter. И в данный момент мы теперь можем пропатчить этот прибор. Скажем, мы его патчим на ручку номер 51. Запатчили на 51. Теперь, если мы посмотрим на экран, внешний экран, мы можем видеть, что Martin наш был запатчен как тест, с названием, с именем тест. И с пользовательским номером 60. Ноль, который стоит в правом нижнем углу, означает интенсивность свечения, то есть яркость прибора. В данный момент диммер... То есть, другим словом, это диммерный канал. В данный момент он на нуле. Затем, когда мы будем поднимать, скажем, фейдер, вы сможете увидеть и, скажем, опускать, вы можете увидеть, что эти значения поднимаются. То есть, когда он поднимается до 100%, оно пишется как FL. То есть, значит, Full. Чтобы выйти из меню патч, просто нажимаете Exit. Несколько раз. И вы вышли. Это все. Продолжение следует...